Жена-змею. Слава Иисусу Христу! Слава, слава! Мы сюда зашли людям рассказать добрую весть о нашем Господе Иисусе Христе, который умер за наши грехи и зовет нас всех к праведной жизни, быть святым при жизни и прославить Бога своей жизнью и получить Царство Вечное. А те, кто это не принимает, те идут в гиену огненную, к дьяволу, с дьяволами и ангелами его. Если вас что-то интересует по спасению души, вопросы какие-то, может, есть по Богу, можете задать. Если мы это знаем, отвечу. Я отвечу это по святой книге Библии, как Господь нам определил. У вас такая книга-то дома есть? Библия? Да. А вы показать можете? Она в другой комнате? Да. А там бабушка спит. Нет, там не бабушка спит, мне просто телефон этот, ну, никак. У меня этот, на зарядке он. Понятно, понятно. Ну, вы читали эту книгу-то? Ну, да. Вы ее обязательно читайте. Это книга всех книг. Один человек сказал, есть только одна книга в мире, это Библия, есть одна личность Христос. То есть, делали опросы где людей, сказали, допустим, вот вас посадят на 100 лет, вы до конца жизни будете сидеть в тюрьме. И можно взять только одну книгу. Одну, больше никакую. Вы не выйдете из тюрьмы никогда. И там почти, там более 90%, даже неверующие сказали Библию, даже неверующие, которые не верят, сказали, ну, надо Библию верить, действительно. То есть, это книга всех книг. В ней Господь высказал свою волю, так, как мы должны жить, как мы, чтобы познать его волю, чтобы душу свою спасти. Это выше всех книг, никакие романы этого не стоят. Там Господь изрек истину, то есть, в точности. Если мы будем следить, тем более, в этой же книге Господь говорит, что на страшном суде мы будем судимы не просто не то, как мы считаем, там, что хорошее, что плохое, нет. Он говорит, слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. То есть, Бог нас будет судить по слову. Вот по вот этому слову Он нас будет судить. Мы православные христиане, людям это рассказываем. Надо почитать. Почитайте обязательно. Потому что вы душу свою спасете, если будете исполнять то, что там написано. Уверуете в Бога, примете крещение, покаетесь в грехах, если у вас еще этого нет, этого не было. И будете от Бога отвечать. Ну, крестили, хорошо. А меня крестили рядом с уличием. Ну, это не важно где. Важно, чтобы человек изменил свою жизнь и стал жить по заповедям Божьим. Потому что, если не жить, не мечтать и не жить по заповедям, то вы будете жить по заповедям этого мира. А этот мир, вы сами знаете, куда ведет. Блуд, курение, алкоголизм, матершина, обман, убийство. Больше ничего там нет. Господь другой нам принесет. А мне уже с этого дня можно не бриться. Так бриться, это первое, что надо, перестать бриться, это первое, что надо сделать, когда встаешь на путь Божий. Потому что Бог создал человека, совершенным Бог создал человека. И Он сделал различие, мужчину и женщину создали, и дал различие, что мужчина, у него борода, а у женщины не растет. Потому что мужчина, это мужчина, это власть над женщиной. И даже заповеди... Вот я всегда так же думал. Так есть заповедь. Левит, 19 глава, вот в Библии написано, любому скажете, священнику или что, мгновенно он это сразу, никуда не денется. Левит, 19 глава, 27 стих. Написано, Господь говорит, не порти края бороды твоей. То есть это заповедь, мы ее не можем перешагнуть. Посмотрите, зайдите во все храмы, иконы все, все святые с бородами, Христос с бородой, с бородой, все святые с бородой. Кроме молодых, которые маленькие, ну еще юноши были. Поэтому, мужчина должен быть обязательно с бородой. Надо выкинуть эту бритву и больше не прикасаться. Это власть мужчины над женщиной, то есть борода. Это отличие между... Зачем на женщину быть похожим? Какой в этом смысл? Она тебя не боится, ничего, ты такой же, как она становишься. Не этот лев, у него грива, там, петух у него там свое. Поэтому, это Бог создал, мы любим Бога, и поэтому мы этот образ Божий храним в себе. Бог нас так создал. Так вот. Поэтому, вы это, вы выбросите, выбросите Библию, бритву вообще, и не прикасайтесь к своей голове. У вас сразу... Библию не надо выбраться. Да, верно, верно. Бритву выбросьте, и не прикасайтесь больше к ней, и все. А у меня ее, кстати, и нету. Ну и хорошо. Но вы-то все равно бритый. Просто я машинкой, которой голову стриг, поприл, чтобы пойти на собеседование. Не надо было сходить. Не надо. Бог будет управлять, понимаете? Так вы кому-то подстраиваетесь под кого-то, а вы будьте так, перед Богом, честно. Да, 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 да. Почему я должен так все-то быть? Не должен? Я вот работаю на работе, конкретно. У нас меня конкретно уволить хотели из-за бороды. Все, говорят, пиши за увольнение, там, по своему желанию, там, прочее, или по статье тебя уволим. Я говорю, только по статье согласен. Все, начал по законам, по всем конституциям, смотрю, они все нарушают на мне. Ну и все, отступили. За меня тут братья боялись, я там законы все им привел. Отбился от них, ничего теперь, Бог их удерживает, ничего не могут сделать. По закону ничего нельзя сделать, это твой признак религиозной принадлежности. Ты мужчина, ты верующий, тебе нельзя по признакам религиозной принадлежности как-то дискриминировать. Вот и все. Библия вообще говорит, когда Дину, там такой есть персонаж Дина, ее изнасиловали, и там написано про нее, что она была обесчищена. А когда этих слуг Давида, у них половину бороды обрели, и там было написано, очень обесчищены. То есть Дину изнасиловали обесчищены, а бороду обрили очень обесчищен. То есть хуже изнасилования. Это так и понимает. Бог это так и видит. Это все равно, что представляете, женщине бороду себе нарастить, это какое бесчестие будет? То есть это будет полное извращение, согласитесь? То же самое и брить бороду, это извращение. Блудодейная ересь. То есть блуд, для блуда это все нужно. Женщины, они сразу восстают, им не нравится, потому что они блудить хотят. Им надо, чтобы не бояться. А у тебя борода будет, сразу женщина, страх у нее появится перед тобой. Будет у тебя слушаться. Сразу нормально жена найдется, если у тебя нет жены. Которая понимает, верующие, которые... Ну, если, конечно, в церкви, только в... Женщин только в церкви, если для жены, только в церкви, только верующие должна, боящиеся Бога и мужа. Потому что написано, жена да боится мужа. Она должна бояться. А в бытие написано, и к мужу твое влечение твое, и он будет господствовать над тобой. То есть, если муж не господствует над женой, то жена над ним господствует. А это уже извращение, и от этого вся погибель мира. Адам послушал жену свою Еву, и съел плод, и весь... И погиб... Сколько уже сто миллиардов человек погибло в грехе из-за этого? Все рождаются смертными, из-за того, что в раю еще Адам послушал свою жену. Мы не должны, мы должны поступать... Нам Бог глава, жена, она... А мы глава для жены. Это написано в Библии так. Так Господь установил. По-другому никак и не может быть. Иначе подкаблучник получается. Вот они бритые подкаблучники все. Что жена скажет? Они там прыгают, бегают вокруг нее. Потом изменяют, потому что это все одно. Вот так. Заходите, у нас большие ресурсы в интернете. Увидите, как верующие люди живут. Как Богу славят. У нас в Ютубе большой канал. 44 миллиона просмотров. Каналы. Общий. Запишите. А вы мне можете в чат скинуть название канала? Да, конечно. Вот я скинул. Ну, просто вам бы записать, потому что, когда, допустим, тут пропадет, то оно тоже пропадает. Когда я... Перейдем мы. Во свете Библии канал. Там бородатый такой старик нарисован с книгами. Скопируйте там, я не знаю как. Во свете Библии. Да, я сейчас... Ой, я вас не переключил. Нет, нет, нормально здесь. Ну, сейчас может быть... Я сейчас на него плачу. Во свете Библии. Я сейчас... Да, я уже на него подписался. Все. Вот будете там, вы видите, там ответы на все вопросы для жизни, для спасения души. У нас постоянно занятия проходят. Мы верующие, Бога славим, молимся. Утром, вечером молитва общая. Жизнь настоящая получается. Все ради Бога. Не ради того, чтобы там себе что-то купить, машину, что-нибудь там, деньги. Мы ничего за что деньги не получаем. Мы все, всю жизнь свою положили, чтобы Богу послужить. Честно, с чистой совестью. Нигде, чтобы совесть свою не переломить. И никому не уступить, дьяволу не уступить, только Бога угождать. Вы увидите, как живут верующие люди. Посмотрите, и вам будет это радость, для души вашей, потому что вы почувствовали свободу. Потому что мир, он человека задвигает, он становится весь скрюченный, его всем ненужными делами обложат. А мы свободные верующие. Православные христиане, мы ходим в храм. Если у вас храм есть, вы обязательно туда ходите. Исповедуйтесь, причащайтесь. Как батюшка говорит, так поступайте. Но обязательно книга, если у вас есть Библия, обязательно ее читайте. Это Бог, Бог лично нам сказал, представьте, вот вы открываете закон, там это что-то произвели, там в Госдуме, да, или президентом, а тут Бог лично. То есть, у него слово неизменно, написано, слово мое живо и действенно, и острее меча обоюду острова, и проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит все помышления и намерения сердечные. То есть, как меч проникает в его слово и разделяет, и покажет, где вы согрешили, где вы совесть свою нарушили, как вам душу спасти. Он проникнет прям в вас, это слово, если вы будете читать. Другим человеком, я до этого был в грехах весь, и меня Господь вытащил, я обратился к Иисусу Христу, покаялся, исповедовал свои грехи перед священником, и все, Бог с меня все снял. Как будто это не я был даже, совершенно другой человек. Я и не мыслю сейчас, как раньше мыслил. Раньше и в компьютерные игры играл, то есть большой грех, и что только не было, и блуд, и прочее, и пил. Но Бог вытащил меня от всего, я обратился к нему, Он просто снял меня, как горба такого, встянул все это. И теперь я поучаюсь от него, через эту книгу. И мы все, все, кто в церкви состоит, все это делают. Чтобы душу свою спасти, и близких. Вот мы сюда и зашли, чтобы вот вам рассказать, чтобы вы тоже, мы хотим поделиться этой радостью, это Бога, то, что Бог нас всех себе зовет. Поэтому мне приятно было с вами разговаривать, благодарю вас, что вы тут не матерились, не обычный, то кричат матом, то ничего. Вы хороший человек, видно, в Библии есть у вас. Заходите. Спасибо. Обязательно. Я подписался, и еще кто такой там, Игнатий Лапкин. Да, вот это мой духовный наставник, его можно в скайпе выйти на него. Он для всех открытый. В скайпе, если наберете Игнатий Лапкин, то он единственный там, один такой. И можете ему позвонить и сказать, вот я из чата рулетки познакомился, и все, любые вопросы ему задать. Самые сложные, по любой теме. он исповедник, он православный исповедник, он за слово Божьего, в советское время за веру же гнали, помните? За веру гнали людей. И он в советское время за то, что он верил в Бога и распространял слово Божие, то есть Библию, его сажали, и он пять тюрем прошел. То есть он, и сейчас его реабилитировали, и государство ему дома подарило даже. Несколько домов подарили за то, что вот они его тогда гнобили. То есть Бог ему все вернул в итоге, в ответ. То, что он пострадал в советское время. Там церковь сейчас общалась. А это он, вот это он, дедушка, это он и есть нарисован. Это он и есть, да. У него 38 томов книг вышло. Он книгой много написал. На все вопросы ответа дает по Библии. У него очень хорошая память, он Бога очень любит. Бог с ним всю жизнь идет. Многие люди от него обращались. Следователь, который вел дело над ним, принял веру, стал верующим. Начальник тюрьмы умер по-христиански. То есть, Бог через него, он открывает сердца через Игнатия Лапкина людям, чтобы люди обращались от своих гнусных дел к Богу. Поэтому, если вы можете взять своих друзей или родственников и смело ему звонить в скайп, он очень рад, он открыт для всех. пока он еще жив, ему потому что 81 год, уже старый. Но живой, как будто ему 30 лет. И у него память гораздо лучше, чем у меня и у всех многих людей. Он очень хорошо все знает, помнит. Совет хороший всегда даст, как душу свою спасти. Не от себя он дает совет, а то, как Господь выразил в книге, в Библии. То есть, от себя тиной он не занимается. Поэтому запомните Игнатий Лапкин в скайпе. Это будет для вас полностью ответы на все вопросы, которые вы можете только вас беспокоит. Ну, тогда я пойду дальше, брат. Спасибо большое. Спасибо, вас Бог. Благослови вас, Бог. Как вас зовут? Никита. Никита. Благослови, Бог, Никиту. С Богом. С Богом.